Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого, Сергеем Подярковым это тот художник, который может обидеть каждого. Подъезжаю сегодня судра к Печерскому суду, там где избирают меру пресечения Медведчуку, и первым, кто мне попадается, это Моня. Говорю, привет, Моня, он рыд. Здорово, Серега. Моня это тот боец, если вы помните, который, как-то было видео, разошлось по всему интернету, где Кива на него рыпается в кафе, и Моня заряжает смачно Киви Фагарю. Кива улетает в сторону, аж пятки сверкают, тут же за Киву начинают подписываться его бойцы. В общем, короче, Моня Киву бил, бьет и бить будет, и он говорит, Серега, я хочу сразу прояснить одну вещь. Говорит, давай договоримся на берегу. Потому что, говорит Моня, я первый пришел, занял очередь бить морду Киви. Говорит, я тренировался, говорит, все это время. И, говорит, поэтому за мной уже занял вот этот, 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 этот и тот. Вот, поэтому, пожалуйста, ты сам пойми и объясни всем своим знакомым, да, что очередь за нами лучше не занимать. И тут я согласен. Потому что Моня, это не кандидат наук, это профессор Кивоведения. Он Киву дрючил, дрючит и дрючить будет. Потому что я, как и вы, тоже понимаю, что Дарас, это не сексуальная ориентация, а это когда из правого сектора чмо перебежало в ОПЗЖ. Вот это ж не Дарас. Это ж не Дарасище. И я сегодня увидел, что там стоит очередь. Очередь и все хотят комиссарского тела Кивы. И я понимаю, что рано или поздно не Моний единый Кива да будет обласкан. Дорогие друзья, та комедия, которую нам сегодня пытаются продать Зеленский и его команда, это просто бред сивой кобыл. Когда они имитируют оргазм борьбы за Украину против российской агрессии и российских агентов, у меня возникает сразу куча вопросов. Если бы они пытались всерьез этим заниматься, то это можно было бы начать два года назад. Ну и года полтора или год назад уже этот процесс закончить. Давайте зададим себе простые вопросы. Когда Порошенко шел на выборы, он понимал, что у него есть жесткая конкуренция. И если бы так легко и просто можно было взять Медведчука, отвезти в суд и смачно его посадить, я думаю, Порошенко предпочел бы выиграть выборы и отпиарить себя за счет посадки Медведчука. Если бы можно было закончить войну, в принципе, если бы это было бы возможно, Петя Порошенко хитрейшая нерпа. А он устрица каких мало, он бы этот шанс себе на благо использовал. Но когда говорят, что он не захотел, включите мозг, он не захотел что? Выиграть выборы? Ну, понятно же, что выигрыш выборов была четко корреляцией с закончить победой войну с Россией, да, и желательно посадить Медведчука. Да, еще, конечно, экономическое преуспеяние тоже бы, если бы упало с неба. А вот он, понимаете, по версии борцов со стороны Зеленского ограничивался Томасом и Безвизом. Ребят, не хочу опять-таки хвалить Порошенко, потому что он главная причина, по которой Зеленский стал нашим президентом, и мы ему этого никогда не простим. Я считаю, что Порошенко нам еще должен отдавать и отдавать за то, что Зеленский президентом стал. То есть я считаю, что Порошенко нам должен, ну, как государственный деятель. Но, ребят, давайте перестать рассказывать сказки. Когда Зеленский начинает пытаться уверять нас, что он действительно борется с Медведчуком, то все специалисты по борьбе с кем бы то ни было, начинают задавать вопросы. Десятки, сотни, тысячи вопросов, на которые ответа нет. Потому что мы с вами отличаем борьбу от имитации. Потому что имитация вот этого патриотического оргазма. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Медведчук уже прямым текстом смеется над Зеленским. Прямым текстом говорит, что у него все схвачено в украинских судах лучше, чем у Зеленского. Что он занесет сто процентов и возьмут. Медведчук прямым текстом объясняет Зеленскому, что контактов и возможностей в прокуратуре, в судах, в СБУ у Медведчука больше, чем у Зеленского и его команды. Медведчук это нагло демонстрирует Зеленскому в лицо. Вопрос же не в том, чтобы взять и Медведчука отвезти в суд и начать дело. Надо это сделать так, чтобы Медведчуку был нанесен вред, а не польза. Потому что то, как это делает Зеленский, очень похоже, что Медведчук не проиграет, а выиграет. Вот это вот то, чего я не хочу. Я не хочу, чтобы через попытки Зеленского, вот эти вот криворукие, неумелые, Медведчук получил выигрышную ситуацию. Потому что, дорогие друзья, есть очень важная разница между дипломами юриста у Зеленского и у Медведчука. Потому что Медведчук юрист, а не клоун. А Зеленский клоун, а не юрист. И если бы Медведчука вот так зарубить за 20, можно было бы вот так вот на коленке собрать и разобрать, это бы сделали уже давным-давно. Но Медведчук это не просто, это понимаете, он вождь хитрожопых. Он такой, которого надо искать. Ребята, если бы было действительно желание Медведчука посадить, то обыски у него проводились бы неожиданно, без предупреждения. Понимаете, обыски бы провели до закрытия каналов. То есть надо было начинать с обысков, а потом закрывать каналы. И лучше всего это было бы сделать одновременно, если бы вашей задачей было нанесение вреда Медведчуку. Но мне кажется, что в воздухе густо воняет договорняком. Потому что я уверен, что это договорняк. И я вижу, как параллельно Зеленский и его команда перепугались, что у Кличко растет рейтинг. И начали тупо мочить команду Кличко и его. Ребят, Зеленский обещал нам, что за два года, что он придет весна, будут сажать, что закончится коррупция. Он наведет порядок. И за это все время он два года не видел в стране Медведчука. И вот, наконец, через два года, вдумайтесь, масштаб личности. Он докопался до киосков в подземных переходах. Ребят, в Киеве миллиардные бюджеты гуляют туда-сюда. Мало того, я вам скажу, что окружение Зеленского очень даже при делах. И окружение Зеленского выбрало, наверное, единственное место по величине настолько им неинтересное, где денег нет вообще, что они за два года работы СБУ накопали то, что где-то какие-то киоски. И Зеленбуд, ребята, это самые неприбыльные места на свете, во вселенной. Это имитация деятельности. И это ревность. Это, безусловно, ревность Зеленского, потому что он понимает, что ему на смену обязательно придет другой лидер. И боязнь Кличка, потому что они очень хорошо просчитали в администрации президента, что если бы Кличко, они сделали соцопрос, обескураживающий для Зеленой команды, потому что если бы Кличко выходил во второй тур с Поповым, то у него рейтинг поддержки киевлян практически под 90% по сравнению с Поповым. Вот это их пугает. Потому что если бы состоялся второй тур, то Кличко переплюнул бы Филатова, который выиграл у Загида Краснова. Обратите внимание, да? Зеленский закрыл хлеборезку и больше Филатова не трогает. Потому что нищенские 73% поддержки Зеленского вызывают только смех у Филатова. Ребята, во втором туре они уже вызывают смех и у Кличко. Поэтому Зеленский и пытается отвлекать наше внимание вот этим тупым бруновским движением. Да, и главное, я по-прежнему считаю, и у меня есть на то основание, что все равно мой избиратель намного глупее меня. Это, собственно, та база, на которой основываюсь я и моя команда. Наше счастье, что тех, кто глупее меня и моего окружения, в стране еще достаточное количество. Друзья, а мы с вами должны системно и настойчиво с этим бороться. И я уверен, что за нами не сожалеет. Продолжение следует...